Это запись уже не была. Это распоминание? Нет, раз в минуту будешь говорить, чтобы всё было удалено. С Ютуба. Как это называют? У нас же PG не стоит, поэтому... Отлично. Ну и мы же, опять же, не работаем пока на публику, то есть мы просто записываем наши партии. Я надеюсь, что мы не работаем. Я буду симулировать этот синдром Дурето. Как ты его будешь симулировать? ОРГИ! БЛЕДЬ! Выкрикивать произвольные слова. Произвольные моменты. Ты он Саус Парк посмотрел? Нет. Не, я посмотрел. Расслаб. Посох Правды поиграл? Нет. Я ещё не готов к этому. Я не настолько люблю Саус Парк. Это посохом убиваешь Правду? Нет. Если нравится Саус Парк и ДНД, обязательно поиграй в этот трэш. Но только если нравится и то и другое. Одновременно. А ещё, если вы не играли, рекомендую посмотреть Darkest Dungeon и Hands of Fate. То есть две игрушки. Как ещё раз? Смотреть? Ё-моё. Игра про превозмогание. То есть ты руководишь небольшим отрядом приключенцев, который умирает, сходит с ума, гибнет, отравляется. Это очерёдность происходящего с ними? А как эта игрушка какая-то от BioWare? Которая вышла не так давно. Divinity Original Theme? Нет, там чё-то... Ну то есть чуваки вроде как из BioWare бывшие, они скрипали такую а-ля Индия игрушку, где там они ведут типа к лучшим землям, по умирающей земле, а-ля Караван. Там творится шандец. И вообще. Сага? Да, ну какая-то сага. Бен Сэйдж, неправильно. Не видел пока, но мне её уже, наверное, какой-то зарекламировал. А Hands of Fate там типа такая компьютерная игра типа про карточную. То есть ты герой, который путешествует, который представлен набором карточек. И с тобой всякая фигня происходит там. Рандомно там жрец какой-нибудь, тебе на пути встречается, какой-нибудь маг или не знаю, толпа гоблинов забирает свои шмотки, пытается убежать, ты их догоняешь, пытаешься убивать. Вот. Я предлагаю, может быть, окошко приоткрыть, чтобы вам стало свежее. А если вам недостаточно свежо, если вдруг станет достаточно свежо... Я думаю, это будет довольно быстро. Ну ничего, мы... Нет, ну, смотри, если нет, я закрою. У меня Hands of Fate ассоциируется только с третьей части Керамидии. Это квест досовский. Hands of Fate? Да? Это всё? А, нет, вторая, вторая. Есть же геймерс ещё, Hands of Fate. Третья часть геймерса. Нет! Магик Загазин. Я ничего не смотрел. Я ничего не смотрел. Как так? Нет, а мы ещё не играем в Pathfinder, мы будем смотреть третьих геймеров, что с вами неинтересно, как... Я и первых не смотрел. Это же там, где был этот... Shadow. Нет. И Shadow там тоже был. Там где-то... Чё? 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 Ладно, надо посмотреть. Ты не смотрел. Нет, третью часть я не смотрел. Ты не смотрел. Саша не смотрел, а Миша смотрел. Я вообще не отнесся тебя. Короче, вы вот сейчас смотрим геймерсов. Начинаем с первой части. Поехали. И промолчал. Я в шоке. Вы меня просто это... Без ножа режете. Надо было в прошлый раз на кухне открыть. Так может вы ещё и в Baldur's Gate не играли? Давайте начнём играть. Не играл! Я уже явно не играл. А это что такое? Что? Не нарывайся, Саня. Злобная рука... У нас тут Света описала, как она видит страшное место, где она пребывала. Можешь показать в камере? Можешь показать в камере? Камере покажи. Ага. Это вот эта собака, которая в капкан? Камера видит. Камера видит. Камера всё видит. Молчище. А где капкан? Нет, это там было. А, там. Из воспоминаний. И что это было? А тревога воспоминаний. Просто паска в аду. Кончи. Там они бывают. Ты не понимаешь, что искусством надо просто восхищаться. Я восхищаю. Это очень медленно. У тебя очень медленно восхищение доходит. Всё может плохо кончиться. Так вот. Незримая рука человека, просматривающего ваши приключения где-то далеко, нажимает на перемотку вперёд. Во время этой перемотки наш почтенный Тунгир, борода из ваты, вместе с магом путешествует в Тамран, находит там жреца. Надо это под музыку понесило. Вот. Ты знаешь, наверное, я думаю, издеваться над Бардом я не буду, потому что у Барда обычно с дипломатией и харизмой всё хорошо. К тому же жрец этот, мало того, что дварф, так он ещё и женского пола. Так ему ещё и денег. Вот. Поэтому всё обаяние нашего Тунгира с лёгкостью преодолевает все преграды. Вряд ли. Она старше твоего персонажа в два раза. Ещё спрашиваю? Да ладно. Он дварф. У них сто лет туда, сто лет сюда. Не в чёрт. Это тебе, глупый человеческий. А мне жить, да? Представляешь, это вот так, как она была тут молодая, потом... Пожилая, потом старенькая и начала ругаться. Это когда сразу старенькая и начнёт ругаться. Геронтологичнее. Вот. Эта жрица путешествует вместе, опять же, с магом, тайными тропами телепортаций. Вот. Вкакнутое баронство. Какое? Вкакнутое. Ну, баронство каков. Ну, оно не архти было, но... Ну, вроде, что такое? Ну, для ваших... Нам представляли это как супер крутое. Да. Да. И замок тогда был. А было весь? Не, ну, там был не замок, если бы там было... Ой. У нас... Я помню. Я помню. У вас там была громаднейшие поля, там засеяные. Да, да, да. Мирные крестьяне, дети бегают кричать. Бегали кричали до нас. Ну ладно. А сейчас дети один. Вот. Тем не менее, жрица туда добралась. Маг тоже, чтобы обеспечить дальнейшую телепортацию назад. Себя и жрица. Да. У него шашечки на манте есть? Чёрный? Но у него... У этого мага на шее хули символ. Такой с разделенной маской. Белый и чёрный. Белый и чёрный? Да. Ну, может там ещё с ним ничего не случилось? А, вот почему к нам сходили. Нормально. Такой компанией. Так. Миша что-то боится, ну ладно. Чё? Я близок к сумасшествию, как никто другой в партии. Так что... Тунгир точно его не боялся, потому что он знал, что это за символ даже. Мне вообще не надо. Вот. Я думаю, что Тунгир какое-то время попричитал, поплакал. Что же с вами стало, мои друзья? Потом они какое-то время... Что же вы такие обобранные? Что-то обсуждали. Если бы вы были живы... А, наверное, ты слышал, что они там кричали, там... Барт сразу раскусил этого жалкого воришку. Как ты поснел, подонок! Когда вы проснётесь... Сколько дней это всё происходило? Вы увидите, как маг передаёт вам вот такую стопку свитков. Это баллада на 53 листах о том, как скорбит Тунгир Кадон. То есть я так понял, что это затянулось всё ещё на несколько дней, потому что Тунгир Кадон сказал, подождите, подождите, я утрачу вдохновение. Не воскрешайте их, мне ещё осталось 10 страничек. Но в конце концов, оттягивать стало уже бессмысленно. По-моему написано, вещи проданы. Рога смылся на безопасное расстояние. Вор, на самом деле... Вернее, как вор. Назовём его так... Нет, назовём его... Реймсман Бенви. Но это более точно определяет то, что произошло. То есть алчность. Вот. Жадность. И алчность. Они борются в нём, блин, постоянно. Постолок грандиозный. Мне кажется, или камера стоит как-то... Всё отлично. Ну ладно. Я думал, что у меня уже в глазах... Всё нормально. Нет, всё нормально. Это художественный приём. А, я не очень разбираюсь в оператора. Кстати, вот по фильму Левиафан это заметно. То есть там единственное, кто что-то умеет, это оператора. Все остальные... И не смотрите. А вроде, говорят, не что-то. Ну, писали вручную. Не, ну по крайней мере, его отправили куда-то. В этом фильме один главный герой. Это природа. Один положительный главный герой. Всё остальное это... Говно. Да. Отлично. То есть фильм о говно. Про говно. Для говна о говне. Снятый... Хорошим оператором. Зам сказал. Но режиссёр и сценарист. Ведаю привет. Пользуясь случаем. Создателем фильма. Да. Если вдруг они нас послушают. Это моя гражданская позиция. В общем, Энви решает, что будет более правильно. Если в момент воскрешения он будет где-нибудь подальше. И потом... А он что? Он думает, что такая короткая память? Он думает, что вы... В общем, всё это очень как-то странно. И лучше держаться подальше. Учитывая то, что он взял на себя самую главную и важную ответственность. Что продавать. Он не спихнул ответственность на бедного Тунгира. Не сделал виноватого этого бородатого. Но вы ещё не знаете то, что это именно он продал. Малый Тунгир. Тунгир нажился там на этих... Ну ладно, кто будет разбираться? Не, ну вот серьёзно. Ну во-первых... Я Мак! Я Мак! У меня спорят четвёртого уровня. Кто будет играться? Во-первых... Ты представь. Ты в нашей партии просыпаешься, у тебя нет вещей. На кого ты подумаешь? То есть я сейчас... А ты смотришь перед тобой этот гир? Я представляю это так немножко столикой налёта Терри Прачедовского безумия. То есть стоят в храме несколько таких саркофагов, на которых лежат тела наших погибших героев. Учитывая, что жрица склонилась, начинает читать какие-то свитки, молиться... Где? Вот. Ваши души, как она начала произносить молитвы, исчезают из того замечательнейшего места, в котором вы все находились. Там было так чудесно! Там была дверь! А, это нас как раз... Не все там находились. А исчезать? Это когда нас спустились тогда, да? Нет, я напомню, что вы... Или последние там немужные двери. Вы уже находились в... А, за нами раньше пришли? Вы находились в маленькой, хорошей, уютной таверне. Я написал вам, что дверь открылась. А, ну да. У неё зашли и выказались в каком-то месте. Не обязательно в таверне. Возможно, это был склад книжек. Для тебя это, возможно, была таверна. Для тебя это, возможно, была любимая макивара какая-то. Я наконец-то познакомился со своими богами. Ладно, а чего нас освобождали тогда? От ада! Мы были в аду! Да, нет, я не думаю, а чем мы сподобились-то? Или так, просто попали до кучи? Это хороший вопрос. Возможно. Может, мы им должны? Надо проверить. Ещё раз умрём, да? Мак с паранойей. Я всем должен. Я должен демон. Я должен этим ногам. Я должен всем. А Энви должен мне. Нет, я должен Энви. Энви должен нам. Там всё очень сложно, потому что мак, наверное, единственный, к кому о предметах он прислушивался. На монахе просто ничего заметного не было. Он весь подранный. Ну, не совсем уж подранный, но просто. А у Энви Детект Мэйджика нету. Да. Ну, там он особо бы не это. Нет, не это. Мне он должен по гроб жизни. По гроб? По молчанию. Ну, гроб? Гроб я ему обеспечу. Вот он в гроб. Я думал, что ты ему обеспечишь жизнь. На гробу. В гробу. Тело было положено в гроб и закрыто. И в случае, если он умрёт, его тоже можно будет резнуть. У него шмоток хватит на рез. А потом ещё раз. Может даже на два реза. Ну, да. Короче, мы, если что, ответим ему взаимностью. А чисто так поржать. Вот салктула на деньги как приходят? Наликом? Я ж описывал ещё на этой парте. То есть, оно приходит наличными. И при этом, в основном, по возможности, это приходит именно платиновые монеты, слитки или дорогие украшения. Ну, просто 10 тысяч золотых монет, это сколько в Энви в карманы набьёт? Короче, вы потом поделитесь, как вы поделили эти 10 тысяч. В карманы 10 тысяч вообще никак. Потому что я вам описывал, что 5 тысяч идёт где-то на издержки. То есть, там, договориться с магом, там, объяснить жрицы, отправить из одного города в другой, потонуться сюда-туда. То есть, 5 тысяч просто идут на всякое како. Ну, на 5 тысяч это нормально. Ну, и у вас, как бы, три тела, вот, и 30 тысяч. У Энви, к сожалению, его план не выгорит никак. Он же написал, что 25 тысяч пожертвует. А раскулачили ещё на 5. Кстати. Он не может, не может этого как-то вот так вот решать, когда его здесь нет. Извините. За кружку всё равно должен. Короче, ему всё равно останется. 7 тысяч за кружку. Или больше. На самом деле, там в комнатке стоит Тунгир. Вот этот неизвестный молодой воин. Вот. Ну, мы его увидели. Маг жрица. Ну, да. Перед тем, как читать молитвы, как бы, жрица спрашивает, кого из них надо воскрешать. Вот я вижу здесь четыре тела. И я... Эх, как жаль, что Энви не умер, подумал Тунгир. Я его точно не воскрешал. Энви выглядывает из окна и говорит, может быть, вот её, её вот не будем воскрешать. Ну, по крайней мере, не сразу. Просто предложил. Так. Не, в любом случае, Тунгир говорит, показывает на них двоих и говорит, их в первую очередь. И потом задумался, а что это за чувак лежит тут рядом? Ммм, незнакомый чувак-манах. Или Горобар. А Горобар, кстати, Тунгир сначала? Я не помню. То или после? Горобар запомнился Тунгиру, как поедающий сердца всяких непонятных животных. На этом они и расстались, поэтому... И тут я подхожу и говорю, не знаю насчёт вот этого человека, монаха, а вот этот храбро сражался. Он достойно. Его надо воскресить. Похранить как герой. Или похранить? Его надо хранить как герой и желательно поглубже, чтобы он случайно не воскрес и не начал пожирать. Он так смотрит на вас, как смайлик из скайпа, так с приподнятым... А я знаю, скайлик смайлик. Он вот так вот смотрит на вас. Что это за... А почему? Я так понимаю, что вы компания искателей приключений и вы всегда стоите друг за другом. Да, да, да. Но вот этот герой, он описывал в своём завещании. Он говорит, нет, ты что, вы платите, я... Нет, денег-то у нас на всех хватает. Нет, у вас на третел. На третел. Вот не вязочка-то. Да. Один лишний. А вроде считай... Где ты про счёток в этот вкрался? Ну, Тунгир... Там пришёл Энви и вкралась ошибка. Вот-вот. По-любому он виноват. Как жаль, что, конечно, бог у этого чувака другой. Их воскрешаете, пожалуй? А она так сразу всех? Или... Нет, он говорит, я могу какое-то время говорить. Я вообще по одному буду говорить. Мои силы пока недостаточно сильны. Возможно, к тридцать пятому уровню. Ну, он говорит, можете воскрешать вот этих двоих. А про этих двоих надо подумать, написать балладу, ещё одну, и тогда, возможно, я решу, кто из них удостоен чести... В великой чести быть похороненным с достоинством, со всем имуществом оставшимся. Да. В общем, она склоняется рядом с телами. С кого начнём? Вы, на самом деле, в тот момент, когда она склонилась над телами, приготовилась дать молитвы, чтобы вашей души из того места, где вы пребываете... Кружка такая! И вы оказываетесь в этом помещении. Но, к сожалению, мы используем не ДНД-шнее правило, а тарипрачистовское безумие, поэтому вы духи, то есть вы как бы бесплотны, вы увидели в смерти свои тела... Почему? Она первая. Она первая. У меня есть две первые цепочки. Ну, не только... Там ещё такой... Балахом беленький. Такой полупрозрачный. Чё полупрозрачный-то? Хорошо, прозрачный! Что? А! 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 Я знаю этого чувака! Кстати, тут точно смерти нет рядом? Такого... Он такой классный! Ты хочешь? Как бы это сказать? Ну... Ну, потрындеть так... В общих... Давай в другой раз, короче. Я уверен, что как-нибудь ещё представится случай. Хотя в один раз... Нечто обиженно фыркает, разворачивается... Подожди! Поговорить! Да ладно! Поговорить! Да ладно! Жрита начинает читать молитвы свои. Те, кто находится в комнате, увидите, как тела, лежащие на таких саркофагах, обволакивает свет. Сразу понемножку, маленькими кусочками, потом полностью, как будто это, не знаю, горы в облаках. Откуда-то сверху начинает, непонятно, не через окно, откуда-то сверху начинают стекать лучи яркого света, которые падают на лица наших товарищей. Начнем, допустим, с нашего могучего, великого... Я уже что, что вы пишете? Я уже что, что вы пишете? Хайдена, Перуну? Хорошо. Будем звать тебя Пендаль. Прошу белую мантию! Сразу! А там же говорили такое! Саранчик! Полупрозрачный саранчик! Полупрозрачный саранчик! Отлично! Я переродился, я поднял уровень! Кто я? Я! Мендальф серый! Фу! Белый! И такая бабуська ухода, простынки оставите на выходе! Оооо, нет! Немножко этот пафос был нарушенный, так что я прошу прощения. Окружающие лежат, вы видите, как черты лица Гарабара начинают превышать. Гарабара? Гарабара? Гарабара! Гарабара! Гарабара ездит! Гарабара ездит! Гарабара! Он там сидит дома и очень... Я хочу жить! Я хочу жить! Гарабара! Он просто перестал играть, ни в одной партии, еще в другой... Такой тоже момент был, он убегал в коридор с кучей вампиров... Но он не знает, что его там спасли. Здесь тоже все очень плохо. Лицо Магнуса начинает переметать такие серьезные, красивые черты, очертания повидавшего жизнь человека. Местами на лбу появляются какие-то морщины. Бородень начинает усиленно, стремительно расти. Становится, знаете, такой бороденью, как будто 20 лет с ней ничего не делали. И ногти тоже. Седоватые местами. Нет, ногти это не пафосно. И грязь, кстати, тоже не пафосно. Хотя я думал об этом. Горкий грязи на живот отваливается от тела. Пару зубов вываливается изо рта. Что происходит еще и раньше. Так, ладно, хорошо у нас опять сценарий. В целом он начинает ходить на типичного визарда типа Гендальф. То есть он такой лежит с бородой. Глаза открываются. Магнус! Улыбается Тунгир. Лезет целоваться, обниматься. Сценят меня бородаты! Ну, жрица продолжает читать свои молитвы. И все описанное с магом, кроме бороды. Вот я тоже думал сделать себе дворпику. Только усы выросли. Хвосток сейчас кто-то получит. Ты тоже начинаешь чувствовать лучики света. Проходит буквально секунда и твое душа оказывается в твоем теле. Ты темно открываешь глаза. Это очень тяжело тебе дается. Яркий свет слепит тебя сверху. Тунгир видит, что Яна Дертен открыла глаза. Бросает Магнуса. Бежит поднимать полотену Дертен. О, как давно я вас не видел. Что же с вами был? Пробегая мимо жрицы, он показывает на монаха. Говорит, его, его, следующего, его, следующего. И дальше продолжает, ура, ура. Ну, может быть, вы посоветуетесь. Идея в том, чтобы пока они не пришли в себя. Говорит, я знаю, что делаю, я плачу. Все нормально, все нормально, все, все. Я знаю, что делаю. Кто платит, он заказывает. По личным причинам, Тунгир Кадон не очень хочет воскрешать Гарабара. Но этот чувак... Иго! Грамма! Предательство! Люблю! Люблю! Раз денег прислали на троих, надо же хоть кого-то воскресить. Поэтому, в случае чего, спихнет потом на жрицу. Типа, ой, не того воскресила, не того воскресила. А вдруг это оборвание с психопата? А вдруг это наш главный противник? Да, вдруг мы его попытались убить. И, скорее, возможно, он нас убил. Ну, значит, вы убьете его снова. Опыт уже есть. Опыт уже есть. Все нормально. Дворфинька, кто знает, дворфиньском шепши что-то типа, чтоб я еще связывалась куда-нибудь со странными представителями своего рода, просто потому, что он представитель моего рода. Знала же, что не надо вообще с ними связываться, сумасшедшие какие-то. Шепши, шепши, достает свиток, склоняется над телом монаха, начинает читать молитвы. Но, к сожалению, с телом монаха не происходит тех странных трансформаций, которые происходили. А ты не можешь это сделать. О, нормальный, хоть один попался, как говорится. Яна Деартен. Живица, кстати, вы можете кинуться с мотив, она делает вид, что она ничего не заметила. По поводу... Ну, ваших странных... Так вообще почти не происходит у этого скриша. А, так это она из-за этого... Кроме того, что... Ну ладно. Видимо, когда я ей говорил, я обратил внимание на то, что она говорит. Вы видите, что она с каким-то, знаешь, несколько странных чувствах. То есть у нее на глазах поскрешкаемые никогда не старели прям вот так вот быстро. Твою мать раздается справа! Магнус посмотрел на свои руки и увидел, что они морщинистые, как-то не в меру. Борода теперь уже очень длинная. Не, ну это классно, конечно. Ну она не очень длинная, но она такая, значит, хорошая борода. И седая. С сединой. Да, да, да. Ну, в общем, да, он несколько занят. Воу, какая седина. Воу, какая седина. Воу, какая седина. Монах, на самом деле, приходит в себя, несколько, наверное, бодрее всех остальных. Ну да. Мы слегка шаром на неможем. Бодрее? Ты приходишь в себя. Я помню того дракона, который меня убил. Ты приходишь в себя, скажем так... Да ладно, тебя же потом подняли. И точно все равно меня потом убило. Но я еще, видимо, не отошел. Это дракон, это я. Я твой дракон. Это прямо бразильский сериал. Почему бразильский-то? Ну я не знаю. Этот поставил, этот дракон вот этот. Галарионский. Вот. Я думаю, что после этого происходит такой кадр, как в фильме «Выстрелил колец», третья часть. Только нет, только не бросание в постели хоббита. Когда смотрика «Голубая луна», все прыгают рядом с постелью хоббитов. Подграскивает их вверх и так далее. Пускай его мало хоббитов упрыгивать. Вот. В общем, да. Вы приходите в себя. Во-первых, ты немножко... Ты узнаешь как бы Яну де Ортену? Она такая явно стала бабушка. Ну не бабушка, нет. Она такая взрослая тетка такая. Могучая такая. Могучая. Прямо это. Рыжая Соня. Могучая-то почему? Ну, потому что ты лица стали более уверенные в себе. Твой взгляд выражает, знаешь, какие такие... Стал поклонение. Немереную крутость, короче. Два дня назад симпатичной была. Отпуская из объятий, Тунгир говорит, ох и потрепало ж вас приключение в отсутствие меня. Ох и ж потрепало. Рядом стоит не очень. Рядом стоит Стефан Борой. Так смотрит на это все, да. Никогда не думал, что я стану свидетелем применения столь мощных заклинаний в своем баронстве. Это какая-то даже, не знаю, надо как-то записать в аналог истории. Такого-то числа, такого-то месяца. После слов записать, монах похватывается, в панике ищет свою сумку, находит, достает оттуда кучу книг, начинает перебирать. А Макс сообщает ему на одном из малоизвестных диалектов, какие аналоги ему нужно что-то записать. По поводу его заданий и где наши деньги вообще. Потом задумывается и произносит про награду уже на комоню. Награду? Ну, как бы награда была обещана, титул. Дворянский титул. И он, кстати, вот, да, вот ваш товарищ, который героически участвовал в бою и победил зло, в общем-то, посчитал, что самым достойным человеком после него, ну, по причине глубокой скромности он отказался. Все это слушаем большой растерянности, потому что... И решил, что самым достойным носителем для этого титула будет Яна Дертер. Это титал. Позвольте приветствовать вас. Маркиза говорит, он так кивает. Ого! Он говорит, я немножко не готов. К сожалению, все документы находятся у меня в кабинете. Вот. Но все оформлено, все официально. Я просто рад знакомству. Где Энви? Растерянно кивая головой в сильной растерянности. Это вот это вот стекло маленькое бегало, которое... Товарищ нас мог остаться жить. Это, в общем-то, был Энви. Ну, ваш товарищ. А-а-а! Он вообще как-нибудь показывал? Нет? Кивал? А, он кивал, да? Вон стоит. Ваш товарищ и соратник, он говорит. 20 лет, я уже все понял. С большим неумением посмотрели на... Ну, вроде смутно знакомого. Но ты можешь все прочитать на перекошенном лице мага. Ну, вроде как что-то видели там, когда там сражались. Ну, как-то шо... Кого? Ну, мы же его видели. А, да! Да, я... Ну, кто это? Ну, кто это? Ну, кто это кто? Возлюбленная моя лошадь. Ну, кто? Вызывай лошадь. Дышу. Да, кстати. Ну, то есть, маг подпоясывается простой. Если вы хотите, это можно нарисовать, но...